МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кулинарных рецептов много и не бывает. На пороге гостей вы ищете вкусный рецепт для праздничного стола или просто хотите удивить своих близких чем-нибудь новеньким? Тогда загляните на нашу кухню. Блогер и шеф-повар в проекте 50 рецептов первого раскроет секреты приготовления вкусных блюд. Итак, запускаем кулинарное производство 50 рецептов первого. Просто вкусно! Христос воскрес! Мы рады встречать самый главный праздник в году вместе с вами. Мы, конечно, не сомневаемся, что блюда для пасхального стола у вас уже готовы. Но праздник-то длится целую неделю, и мы поможем вам сделать его вкуснее. Это светлое пасхальное утро вы проведете в компании ведущей Марины Кондратьевой и шеф-повара Вячеслава Горбатова. Воистину воскрес действительно печь куличи уже поздно, а вот приготовить творожную пасху и горячую для всей семьи мы успеем. Семь недель Великого Поста позади. Наступил самый долгожданный христианский праздник в году – праздник Пасхи. Священнослужители напоминают, что праздник этот – это праздник исповеди и покаяния, а также очищения. Но мы же кулинарная программа, мы не можем обойти стороной самую главную традицию этого праздника – традиция пасхального стола. Я, как шеф-повар, не могу не согласиться, что хорошая и вкусная трапеза служит связующим звеном между членами семьи, объединяясь за столом, за общим столом всю семью. Итак, что же у нас на столе сегодня для того, чтобы приготовить какие-то элементы праздничного стола? Куличи печь уже поздно, поэтому, друзья, этим мы заниматься не будем. Мы сегодня приготовим горячее и приготовим творожную пасху, да, Слава? Конечно, да. Потому что я вижу много творога у нас на столе, изюм, миндаль я видела где-то, мед, много сливочного масла. Ну и кто это у нас тут? Утка, гусь? Кто? Это утка. Рассказывай. Это утка. Мы ее приготовим с гречкой, с ветчиной, с омлетом, да. И сделаем действительно творожную пасху, причем сделаем ее быстро. Потому что зачастую, ну, чаще всего, она выставляется вообще в несколько дней. Готовится домашний творог. Да, это очень важно. Отжимается, стекает. Ну, про это мы тоже расскажем, Слава, потому что очень важно готовить все-таки правильную пасху, вкусную. Ну, пообещай, что твоя пасха будет вкуснее, чем в магазине. Она будет гораздо вкуснее, потому что есть пару секретов, которыми мы с вами поделимся. А еще мы, Слава, с тобой должны, просто обязаны рассказать нашим друзьям, как правильно выходить из поста. Обязательно, потому что действительно это суровые семь недель, которые прошли уже, и организм надо настраивать на обычную жизнь. Да, не так вот резко, попробовав все, что есть на праздничной столе, а потихонечку, да, потихонечку. Мы расскажем об основных правилах выхода из поста. Мы приготовим роскошную фаршированную утку и вкусную творожную пасху. Оставайтесь с нами, друзья, будет очень интересно. И очень вкусно. Утка, запеченная с гречкой, омлетом и ветчиной. Утка, гречневая крупа, ветчина, яйцо, мед, яблоко, сливочное масло, карри, растительное масло. Творожная пасха. Творог, сливочное масло, яйцо, сахар, лимон, сливки, ваниль, миндаль, изюм. Ароматные блинчики. Смесь для блинчиков, растительное масло, сливочное масло. Итак, чем же порадовать родных и близких светлое воскресенье? Слава рассказывает, чем и как самое главное. Чем и как. Естественно, запеченная утка из гречки, много гречки. Блинчики приготовим сегодня с тобой. Правда? Да, блинчики с медом подадим, когда вкусно, ароматно, сочно. Творожная пасха, которую мы сейчас приготовим вместе с тобой. Быстрая пасха, которую можно действительно сейчас сделать, в течение часа-полутора она будет готова. Прекрасно. Давай же, начинай уже. Приступим. Начинай уже. Я начну с утки. Для этого берем утку и разделываем ее. А давай, пока ты будешь разделывать утку, ты же расскажешь, как правильно выбрать хорошую утку. Договорились. А что буду делать я? Ты будешь делать, ты будешь читать. Я буду читать, да? Про Пасху. Вот, у меня даже книга есть, друзья. Вячеслав Карабатов принес мне сегодня книгу, чтобы я почитала вам достоверную, интересную, увлекательную информацию о том, как праздновали Пасху белорусы 2 и 3 века назад. Да? Да. Утку выбирать надо, чтобы она была, ну, лучше все, естественно, на рынке, чтобы она была охлажденная, свежая. Но если вы купили замороженную, не страшно. Надо посмотреть, чтобы упаковка, ну, во-первых, с рукой, если была соответствующей, чтобы она была не перемороженная, не было каких-то бледных пятен, посинений, чтобы она была красива и аккуратна, вот как у нас. Да, да, да. Вчера выбрали ее замороженную. Я вот обратила внимание, что она не такая жирная, как рассказывают о будках, что они очень жирные, у них вот слой под кожей еще вот определенный, их плотность и объем добавляется. Сам жир, это вот сама кожа, вот кожа, она вытапливается, это вот есть жир. Мяса здесь как такового немного, поэтому, и, кстати, можно эту птицу выбирать для пасхального стола, потому что здесь больше будет гарнира и меньше будет мяса. Тем временем утку разделываем, то есть я вырезал полностью хребет весь. Вырезаем по одному сегменту из каждой лапки, для того, чтобы у нас меньше было костей, а больше было мяса, и по одному сегменту из крылышек. Затем нам понадобится гречневая крупа, ее надо ошпарить кипятком, промыть хорошенько, и затем обжарить на растительном масле. И начините нашу утку слоями, то есть сначала гречка будет, потом омлетный блин, потом ветчина, все это зашивается и запекается в духовке в течение одного часа. Очень вкусно, очень ароматно и полезно. Ты хочешь от всех косточек избавиться? Нет, только вот по одному, по одному сегменту, по одной фаланге. Слушай, ну это очень сложный процесс на самом деле. Разделать так всю эту утку, избавиться от косточек. Мы ее разделали, теперь у нас останется чистое мясо, и она будет с гречкой и с ветчиной. Старо-белорусским обычаем Пасху встречали пышным столом, чистым домом, яркими рушниками, да, Слав? Да, это большой праздник, который действительно очень долго ждали, с нетерпением ждали. С нетерпением ждали, и каждая хозяйка пыталась поставить на стол все, что есть в ее доме. Это свежеиспеченный хлеб, это масло сливочное, это сыры домашнего производства, обязательно сырое мясо, ну соленое мясо, правильно? Всякие колбасы, ветчины, да. Ну и какое-то горячее, это могла быть курить, это могла быть утка, гусь, это могла быть какая-то дичь. Расскажи, Слава, что могу делать я, как я могу тебе помочь? Может быть, я крупой займусь? Я думаю, что ты займешься крупой. Гречку надо промыть, потом ошпарить кипятком и обжарить на растительном масле. Для нашего сегодняшнего рецепта мы будем использовать гречную крупу. Сейчас эту крупу надо высыпать в стеклянную емкость и залить кипятком, крутым кипятком. Тем временем я обжарю омлетные блины. Для омлета. Какого омлета? Омлет внутрь пойдет. Еще и омлет? Еще и омлет, еще и ветчина. Представляешь? Ты выдумщик, Слава. Где ты нашел этот рецепт, расскажи нам всем? В книге. В книге? В какой-нибудь старой белорусской? Да, которая описывает действительно традиции пасхальных столов. Ой, как прекрасно. Как я люблю такие рецепты. Таким же образом готовится гусь. Гусь, да, гусь. То есть можно утку, можно гуся использовать. А вообще в каждой семье, я думаю, есть свои традиционные рецепты для пасхального стола. Друзья, делитесь своими рецептами с нами. Возможно, в следующей Пасхе мы приготовим стол по вашим рецептам. Куда их отправлять? Конечно же, наш официальный аккаунт в Инстаграм 50 рецептов, где мы с удовольствием ведем с вами переписки, общаемся, читаем все ваши комментарии, охотно делимся с вами рецептами и охотно берем рецепты у вас, чтобы поделиться со всей страной ими. Да. Итак, замочила. Да, замочила. Долго нужно, долго нужно держать. Видишь, все равно цвет получается у воды. Его надо слить, еще раз залить. Слить, еще раз залить. Этим займутся. Итак, друзья, мы обещали вам рассказать, как же правильно выходить из поста. Да, Слава? Не будем юлить и будем честны сами с собой друг с другом. Многие постятся только для того, чтобы похудеть. Конечно, ужасно звучит. Мы надеемся, что, как бы то ни было, этот пост пришелся на пользу каждому, на духовную пользу. Как правильно выйти из поста для того, чтобы резко не поправиться и для того, чтобы случайно не заболеть и не загреметь в больницу. Потому что таких случаев очень много на самом деле. Минские больницы, я знаю, переполнены вот сразу после Пасхи, потому что люди действительно покупаются на этот роскошный праздничный стол, начинают соскучившись по мясу, начинают активно его есть. Если это делать ни в коем случае нельзя, нужно начинать постепенно, начинать нужно от молочных продуктов. Потом потихонечку есть яйцо, съесть яйцо. Следом не забывать про нежные виды мяса. Используйте мясо молодых животных, телятину, желательно на пару, максимально отварную, не жареную ни в коем случае. Куриные грудки, тоже нежное мясо, Слава, что ты посоветуешь? Марина, вообще постный стол всегда начинается с оплатки, всегда начинается с яйца. С яйца, это обязательно. Обязательно. Обязательно, традиция, которую ты не можешь игнорировать. Не соблюсти. Не соблюсти, да. Можно же немножечко съесть яйца, а не обязательно там сразу три яйца. Нет, ну три яйца в одно лицо не надо. Не нужно, да? Да. Ну вообще по правилам. Вообще по правилам нормальное сочетание на любом, то есть издревле было сочетание от стола, 10% где-то мяса, остальное все должны быть крупы, овощи, зелень, творожные, молочные продукты. Для того, чтобы это лучше усваивалось организмом и вы легче себя чувствовали после стола. Ну да, это совета диетологов Марина и Славы. На самом деле, да, порции должны быть небольшими для того, чтобы ваш организм успел все это переваривать, для того, чтобы он снова привык к этим продуктам. Только вдумайтесь, это целые 7 недель, в которых вы отказывались от животного белка. Обязательно в эти дни, вот в ближайшую неделю выхода из поста нужно заниматься физическими нагрузками. Это помогает организму быстрее гонять кровь и переваривать вот эти продукты. Ну что ж, у меня омлет готов, гречка у тебя тоже готова. Готова. Сейчас можешь ее обжарить. Вода впиталась? Еще немножко воды осталось. Слить ее? Да, слей воду и будем обжаривать гречку на растительное масло. Для того, чтобы гречка раскрылась, и потом термическая обработка у нее уже была, и она уже будет рассыпчатая, такая мягкая, не будет хрустящая. Утка у нас разобрана, я разобрал ее. Ее надо чуть-чуть промариновать для того, чтобы получилась румяная, красивая корочка, аппетитная, хрустящая. Для этого понадобится яблоко. Яблоко для корочки? Конечно. Это что-то новенькое. Яблоко и мед. 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 Будешь их карамелизовать? Нет. Яблоко я просто натру, и они закарамелизуют потом нашу утку, когда она будет запекаться. Чистим кожицу. Друзья, обратите внимание на эти хитрости, которые мы используем в приготовлении фаршированной утки. Их вы можете использовать не только в приготовлении праздничного стола. Можно использовать такой метод приготовления гречихи каждый день, потому что гречка у вас получится очень вкусной, рассыпчатой, ароматной. Вот этот способ прожарки зерен перед тем, как их отварить, поможет вам раскрыть все вкусы и ароматы этой крупы. Таким образом вырабатываете крупа. Ты знаешь, что есть там фитнес-похудение, когда гречка, да, сливать кефиром, вот так вот уже обжарить. Потом снять ее в горшочек, залить кефиром и дать настояться все. И не отваривать, да? Нет, не отваривать уже. Это будет очищающая еда, которая очищает организм. Прекрасно. Я помню, мы с тобой однажды готовили просто запаренную гречку. Это было так вкусно, друзья. Обязательно пролистайте наш хант Инстаграм 50 рецептов. Найдите там этот рецепт. Это было очень вкусно. А осознание того, что это еще и полезно... Грело душу, да? Грело душу, заставляло съесть как можно больше. Итак, что еще? Что еще важно в этом празднике? Конечно же, картинка, конечно же, изображение. Практически главный герой любого праздника – это дети, которые ждут Пасхи, которые ждут подарков от своих крестных мам и пап. Да, и, конечно же, они ждут этого яркого нарядного стола. Вот именно про свергеровку нарядного пасхального стола мы сейчас и поговорим. Яблоки натер, добавил растительное масло, добавил мед, и этим натираем утку. Этой массой. Давай еще раз. Что у нас там? Мед. Здесь тертые яблоки, карри, мед и растительное масло. Сейчас все тщательно перемешиваем и натираем кожицу утки. Она поможет ей промариноваться как-то тоже, да? Она поможет промариноваться и поможет сделать корочку, чтобы она была хрустящей и красивой. Слава, как долго нужно обжаривать гречку? Пока она не станет золотистой, такая слегка. Вот видишь, она изначально золотистая. Влага должна испариться полностью. Сейчас я его включу на грех. Подсыхает уже немножко. И она уже на сковороде дойдет. Кстати, я вижу вот эту золотистость, она появляется. И зернышки такие более отчетливо становятся. Контрастность появляется, картинка, изображение такое. Зернышко к зернышку. Уточка подготовлена. Посолить еще ее надо. Я уже хочу рассказать про правила сервера стола, но не хочу отвлекаться от гречки. Потому что только отвлечешься, да, и тут же она подведет, подведет, сгорит или еще что, он думает. Выкладываем омлет на утку. Омлет на утку, как вот это ты выдумал. Да, сразу. А почему нельзя сделать так, чтобы гречка лежала на утке и пропитывалась вот этими соками? Она сейчас будет сверху лежать, утка на гречке, и пропитываться соками утки. Все продумано, все ходы записаны. А для чего омлет? Расскажи вот эту технологию, Слава. Сохранить форму. Сохранить форму, и на разъезде было красиво. А, чтобы гречка не высыпалась, не вываливалась, чтобы она сохранилась вся внутри. Ой, как интересно, прям коврик такой, да? Да. Можно блин приготовить, да? Ну, лучше всего омлет, он более нежный. Ну да, он такой нежный. Теперь ветчина. Ветчина. Ммм, как вкусненько. Да, вкус копчености. И тонкие ломтики. Тонкие-тонкие ломтики. Выкладываем сверху на гречку. Какая интересная технология, Слава. А чем будем сшивать? Шпажкой. Шпажками просто, большими, большими шпажками. Вот такими, друзья, шпажками. Затем температуру 130 градусов, где-то часок, и утка будет готова. А я читала, Слава, что утка готовится при трех разных температурах. Первые 20 минут она выпекается при 250 градусах, следом час при 180, а потом уже 200 градусов последние 20 минут выпечем. Расскажу тебе нюансы при таком приготовлении, как ты говоришь. Это вот ты пришел сам уже. Да. Утка имеет тенденцию, она очень жирная, у нее нет мяса. Она начинает уменьшаться, очень сильно уменьшаться. И если ты сразу ставишь 250 градусов, она начинает выжариться, жир начинает вытапливаться. Она уменьшается резкого размера, начинка при этом не уваривается. И начинает лопаться. Зачем же так написали в интернете? Ну вот почему бы, а интернет это такая вещь, которую надо всегда фильтровать. Друзья, друзья, не верьте всему, что пишут в интернете. Смотрите нас по выходным на телеканале Беларусь-1, а также ищите нас на Ютьюбе и в Инстаграм. Там мы делимся своими рецептами, которые готовим в этой студии, которые проверяем на вкус, и которыми с радостью делимся в том случае, если они получаются. А получаются они у нас всегда, потому что готовятся под руководством шеф-повара, как правило. На этот раз Вячеслав Горбатов готовит для вас пасхальный обед. О, какая утка у тебя получилась! Вот, мы собрали ее обратно, да? Я боюсь, что она отрвет вот-вот. Взлетит. Начинаете очень плотно, нельзя, потому что, как я повторял, она очень сильно ужаривается, жир вытапливается, и она станет такая небольшая совсем. А я слышала, а я слышала о случаях, когда утка, пуф, и взрывается, и выходит такое. Да, что очень сильно ужаривается. У меня сейчас гусь, в отличие от утки, он наоборот сохраняет свою форму, если замариновать предварительно, как и курица, и индейка, а вот утка, она очень быстро, очень много вытапливает. Утка подготовлена, мы ее зашили, начинили, обжарена гречка с омлетным блином и ветчиной, натерли тертыми яблоками с медом, растительным маслом и карри, ставим при температуре 130 градусов, через час, максимум полтора, она будет готова. А тем временем перейдем на творожную пасху, приготовление творожной пасхи. 130 градусов? 130 градусов. Ты уверен? Да, она будет томиться, потом выпустить жир, этим жиром она постоянно поливать. Если через часок она еще не будет румяна, значит, температуру увеличить до 160 градусов, 150-160 градусов максимум. Что ж, послушаемся тебя, Слава. Посмотрим. Для творожной пасхи нам понадобится творог, лучше все домашнее. Мы поговорим, кстати, как его готовить. Ты говорил, что с кефиром. У меня есть еще один рецепт очень нежного творога, очень вкусного. Я его детям готовил. Затем нам понадобится миндальный орех. Я его кидаю в кипяченую воду, чтобы затем почистить от наружной оболочки, наружной корки такой жесткий. Изюм, любые сухофрукты, цукаты можно. В нашем случае миндальный орех, изюм. Можно грецкий орех. Творог надо обязательно протереть через сито, либо через мясорубку перекрутить. Я читала, что можно пропускать его через мясорубку именно с изюмом. С изюмом. Тогда не будет целых изюмин, но будет их аромат. Расскажу минус этого. Да. Когда прокручусь через мясорубку, все равно получаются комки, катышки небольшие. Все надо выкладывать сразу, Слава, нет? Ну, ты знаешь, у нас в пасху где-то половины хватит. А как вообще можно творог пропустить через сито? Я естественно не представляю. Не пристываю. Если это даже вот тебе проще, можно ложками. А почему? Может, лучше мясорубку, Слава? Нет, с мясорубки получается, что все говорили, катышки в любом случае получаются. И с изюмом вместе будешь прокручивать, творог становится таким сыроватым. Да, раскрывается вкус, но он раскроется и так. Ясно, я поняла, о чем ты. Итак, друзья, я расскажу вам, каким должен быть праздничный пасхальный стол. Во-первых, он должен быть ярким. Не забывайте о том, что на кровати его нужно красиво белой скатертью. Можно использовать традиционные белорусские рушники. Это будет красиво и аутентично. Я обожаю, например, скатерти льняные. Оршанский лен, это мой любимый лен. Я люблю скатерти, они есть с узорами, с вышиванками. Есть просто белые очень красивые скатерти. Плюс лен это натуральное, что-то натуральное, настоящее, наше белорусское, выращенное на наших землях. Очень красиво смотрится, когда на столе стоят горшочки натуральной зелени. Возможно, вы выращиваете на подоконниках крес-салат или травку для котов у некоторых есть. Туда в эти горшочки зеленые можно положить разноцветные яйца. Это будет очень красиво смотреться. Что еще, Слава? Яйца подавались на все. На все, да. Это есть писанки, а есть крашенки. Крашенки – это красные яйца. Возможно, с каким-то узором, орнаментом, наклейками, как сейчас тоже очень модно. Ну и удобно. А писанки – это белые расписные яйца, которые не отваривались, да, Слава? Да. Которые были скорее оберегом, нежели каким-то, ну… Ну, долго хранились, скажем так, конечно. Да, они долго хранились за иконы, их можно было хранить даже год. Они как бы оберегали дом, оберегали ту семью, которой были подарены. Отсюда и пошла традиция, не традиция, а как бы яйца Фаберже. Пошли отсюда же с этой традицией. Да? Как интересно. Это как бы обереги были, которые Фаберже готовил царской семье. А вообще знаешь, откуда традиция красных яиц? Насколько я помню, это тоже, опять-таки… Ну, Мария Магдалена принесла яйцо императору, пришла к нему с вестью о том, что Иисус воскрес, император не поверил. Она в знак того, что вот яйцо – это знак жизни, знак зарождения жизни, она вручила ему это яйцо. И когда белое яйцо в руках императора стало красным, он, как сказать, прозрел, увидел и сказал такие слова «боистину воскрес». И вот тогда-то, тогда-то и пошла традиция красных яиц. Как символа жизни, как символа воскрешения, как символа вечной жизни. Миндальный орех я проварил, отделил от наружной грубой ткани. Изюм замочили немного отжать, чтобы лишней влаги тоже не было. Но пока Марина протирает творог, мне еще надо растереть с сахаром, с сливочным маслом, с сахаром, желтками яйца с сливочным маслом и взбить сливки. Слава, я не знаю, я не протру творог. Давай я протру. Тогда ты натирай миндальный орех. Можно я натру что-нибудь другое? На терке натирай. А можно я порублю его? Ты просто путя не ищешь, Слава. Нет, можно... Так это просто проще... Натереть на терке миндалинки? Да я ногти все сотру вместе с миндаликами. Как трудно с этими блогерами. С этими женщинами. Хорошо, поруби миндаль и взбивай тогда потом сливки. Слава протер творог, я измельчила миндаль. Смотри, у вас с миндаликами такой не получится. Какой воздушный, слушай, как облако. У него еще аэроация происходит, то есть насыщение кислородом. Ты обещала рассказать секрет приготовления домашнего творога. Да, у меня миндаль, будешь взбивать сливки. Домашний творог, я детям, когда я готовил, берется в аптеку, покупается глюконат кальция. Знаешь, что такое? Глюконат кальция, знаю, конечно. Да, вот обычный природный, кстати, ингредиент. Кипятишь молоко, добавляешь размолотый глюконат кальция и сок лимона, и цедру лимона. И получается замечательный кальцинированный творог. Да ладно, это молоко с глюконатом кальция. Очень нежное, свежее молоко, даже не киши, не скиши молоко. Сок лимона. И цедра лимона, все. И цедра лимона. Потом откидываешь на сит, на сит откидываешь, на марлю подвижешь, чтобы с ситой получился такой домашний творог, домашний сит. Друзья, ну это ли не повод приготовить домашний творог? Такой хороший, полезный, здоровый рецепт его приготовления. И вы точно знаете, из чего сделан ваш творог. А для взрослых можно приготовить еще с применением алкоголя. Какого? Крепкий алкоголь. Поподробнее. Лучше всего рома или коньяк. Точно так же закипящаешь молоко либо сливки, добавляешь сок лимона, цедру лимона, и рюмку вливаешь в крепкий алкоголь. Сразу скакивает творог, створаживается молоко, сливки створаживаются моментально. И точно так же через марвелечку отсыжешь, получается очень нежный и очень-очень ароматный творог. Очень ароматный. Красно. Сливки взбиваются, можно немного сахара добавить. И сюда же потом ванили, эстракт в ванили, либо ванилин. Буквально одну капельку, много не надо. Тем временем я смешиваю миндаль, изюм и творог, протертый через сито. И теперь мне понадобится растопленное сливочное масло, тот же сахар, где-то полстакана, и желток одного яйца. У нас небольшая форма, поэтому одного желтка хватит. Марина взбила сливки. Я взбил сливочное масло с сахаром и с желтком одного яйца. Творог уже протер через сито, смешал с миндальным рубленным орехом и изюмом. Все соединяем вместе и тщательно вымешиваем деревянной лопаткой. А что насчет белков? Их мы не будем взбивать и вводить? Мы взбивать не будем. Не будем. Сюда не надо, потому что иначе у нас будет слишком пышная форма, тогда надо дольше, чтобы она... Кто же не любит пышных форм? Чтобы дольше она оставилась, у нас нет времени на это. Итак, соединяем все в одну миску и тщательно вымешиваем. Тщательно вымешаю я, позвольте, господи шеф-клор. Можно, опять-таки, если хочешь, добавить цедру лимона, цедру апельсина, цедру грейпфрута для послевкусия. О, апельсины я люблю. Грейпфрута точно не стоит. Я думаю, это будет слишком... Лимон есть. Лимон есть, апельсина нет. Лимон есть, апельсина нету. Тогда используем лимон. То, что есть, то и используем. Друзья, будет вкусно, ароматно, обязательно запомнится всем вашим гостям. А еще отличная идея сделать порционные пасхи. Только представьте, как приятно каждому получить свою порцию красивой вкусной пасхи. Как ты думаешь? То есть с собой забрать, а допустим, с тремя, кажется, все-таки... У гостей действительно все поели, досы-то поели, много есть нельзя для тех, кто постился особенно. Ну, такой приз за то, что пришел, за то, что поздравил, за то, что вместе провели это светлое время. С собой маленькая пасха на память. И на вкусный завтрак кофе. Вымешать. Ох, не терпится попробовать, Слава, что у нас там получилось. Что касается блинов, расскажи, что за блины мы будем готовить сегодня и почему блины на пасху? А почему нет? Почему нет? Блины это всегда праздник, тебе кажется? Ну, вообще-то да, особенно когда они горячие, румяные, аппетитные. Это тоже символ праздника, символ, ну, праздничного застолька, да, блины с медом. Символ дома, символ уюта для меня, блины. Символ того времени, когда вся семья дома, когда можно позавтракать в дружной компании, пригласить друзей на завтрак. И тем более очень хорошо сочетается с творожной пасхой. А, вот оно точно. Можно творожную пасху запихивать в блины. Ну, запихивать не надо, просто кушать в прикуску. Ну, или так. У нас все увидишь, все будет. Пока Марина вымешивает, тщательно вымешивает пасху, я соберу форму. Попробую только, Марина, потом, чтобы сладенькое было, может быть, надо будет сахар еще добавить. Угу. Так, у меня такая форма, собираем ее. Сливочная пасха у нас такая получится. Много сливок нежных, воздушных. Воздушных, да. Сливочное масло. Ваниль. Все такие продукты, особенно если творог домашнего приготовления, я даже представила, как вкусно это будет. Ну, вкусно будет у нас в любом случае. Вкусно и полезно. А что это у тебя за форма, Слава, расскажи. Это вот форма пасхи. А вообще, обычно пасхи в чем готовятся? В таких формах готовятся. Так они бывают больше, бывают меньше. Вот это как бы семейная. Тут видишь, уже вот, Христос воскресе, все. Да, все буковки, все крестики, прекрасно. Для того, чтобы лучше оставалось, раньше делали такие деревянные пасхи, они собирались, марлечкой перекладывались, потом снимали емкость через некоторое время. Сейчас здесь пластмассовые такие продаются. Были еще какие-то утяжелители, я о них читала, как это время они должны были прессовать творог. А еще я читала, что пасху нужно проваривать. Меня это очень-очень удивило. Это есть один из рецептов, скажем так, но это уже более поздний рецепт, скажем. Обычно оно готовилось, то есть он таким вот образом готовился. То есть свежеприготовлен творог подвешивался, так как домашний сыр получается. Так что ты хочешь сказать, что я прямо сейчас могу попробовать нашу пасху? Прямо сейчас и пробуй. Дай, пожалуйста, мне ложечку или вилочку. Пожалуйста. Не терпится аромат от него. Форму смазываем растительным маслом, постным маслом. И вот у нас такой еще нож будет, которому будем лед зелить. Очень-очень-очень вкусно. Ой, как вкусно. Захотелось чашечку кофе и куда-нибудь ненадолго с кастрюлькой-то удалиться. Я думаю, у нас еще блинчики, и вот с блинчиками это будет вообще замечательно. Даже сложно представить, как это будет вкусно. А чем же ты ее натираешь? Переворачиваем. Растительным маслом для того, чтобы проще потом было снять. Давай мы будем с телезрителями подсматривать, как ты это делаешь. Давай. Вот наша форма, друзья, обратите внимание. Сейчас надо не торопиться и очень тщательно выложить все слои. Плотненько, да? Плотненько, да, чтобы они потом повторили. И обязательно прорисовали вот этот рисунок, который у нас на форме. Пасху я выложил, ставим под гнет. В холодильник буквально через час-полтора. Когда Пасха застынет, ее можно будет доставать из емкости и подавать к столу. Ура, ура, ура! Скоро будет вкусный обед у нас. И у вас, друзья, я уверена, в доме пахнет ароматной выпечкой. Куличи уже детки едят, да и взрослые, я думаю, не откажутся от кусочка кулича с чашечкой кофе. Я бы сейчас тоже не отказалась, Слава. Когда же мы куличи испечем? Куличи? Куличи в следующий раз. В следующем году. В следующий раз испечем. А сейчас мы будем печь блинчики. Договорились. Начинаем готовить блинчики к творожной нашей творожной Пасхе. Венчик. Написано все очень просто. В пакет добавить 700-750 мл воды и 2 столовые ложки растительного масла. Как удобно. Вот как удобно сейчас жить в 21 веке. Все готово. Осталось только буквально пару штрихов собственными руками, чтобы получить то удовольствие от процесса приготовления. Удовольствие сказать близким, это я приготовил. Это у меня так вкусно получилось. Раскидал всюду муку, да? Да, 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 вымазался, сам торт купил, да, или блинчики принес, вымазался, вымазался. Ну, все нормально. Нет, на самом деле очень-очень много удобных полуфабрикатов, которые не вредят нашему здоровью, но при этом помогают быстро готовить вкусные обеды и ужины для своей семьи. Ну что ж, добавляю немного растительного масла с теста сверху, чтобы лучше оставалось нас в городу. И я же пойду проверю утку, друзья, и обязательно возьму вас с собой. Как же наша красавица. Итак. Хороша такая, как в фильмах. Насколько хороша? В фильмах такие показывают обычно. Температуру не надо понижать? Думаю, что не надо. Знаешь, как в фильмах показывают, ставят на стол главное блюдо, красивую утку, либо гуся, либо индейку. Она такая запеченная-запеченная. Такая красивая-красивая. И сможет ли ее золотисто-золотисто-лосница. И вот это тот случай, когда мы в фильме, мы в кино. Мы в кино. У нас сегодня еще два будет кадра таких красивых. Это будет пасхат пороженная, это будет утка, да? Какие ароматные, красивые. Румяные блины у нас золотистые такие получились, а? Ух ты. Вообще красивый. Это трюк такой, да? Волшебство. Волшебство. А чтобы были еще вкуснее, надо что сделать? Смазать сливочным маслом. Можно я это сделаю? Давай. Я помню, мама мне тоже поручала эту задачу. Когда я была маленькая, она оббекала блины, а я смазывала их сливочным маслом. И вот так вот брала вилочку и вот так натирала. Массажем такой делала. Массажем блины. Пока они тепленькие, да? Этот уже немножко подостыл, но ничего, к следующему я уже буду готова. Все равно массажируется. Да. А утку, для того, чтобы она была красивая, надо постоянно смазывать выделющееся жиром, который вытекает из нее, вытапливается. Это самое главное правило приготовления утки, друзья. И вот так вот подливаем. Каждые 10-15 минут, чем чаще всего лучше. Слава, аккуратненько слила этот жир заранее, чтобы периодически подливать его на утку. А я продолжаю смазывать... Ох, какой горячий. Маслица на нем так и плавится. Ты же просила погорячее. Погорячее, да, я люблю. Итак, друзья, мы дожариваем блины, достаем нашу пасху из холодильника, достаем нашу утку из духового шкафа и приступаем к сервировке нашего праздничного, нарядного пасхального стола. Праздник начинается. Итак, утку выкладываем. Давай сразу украсим, наверное. Красивая, золотистая, румяная, ароматная утка готова. Ура! Пасха тоже готова. Блинчики раскладываем на тарелочки. А как их цветочками? Покажи. А, треугольничками, да? Розочками. Розочками можно и так вот положить. Розу такую, да? Да. Букет из блинов. Ты подарил себе букет, да? Да. Я украшу тарелку с салатными листьями и выложу на нее утку целиком. Отдельно поставим творожную пасху. Что-то мне букет мой... Разваливается? Не получается? Что-то... Не будьте флористом. Это я уже поняла, Слава. Это да, это я уже для себя когда-то давно решила. А ты что? Ну вот как ты это делаешь? Мистика, я не знаю. Мистика, это вот однозначно. Само. Ух, блины, маслицем сливочным-то пропитались-то, а? Хорошо как. Достаем шпагу. Достаем шпагу, да? Да. Немного гречки вываливаются по краям, выкладываем. Ну ничего. Шея была не зашита. Брюшко может чуть разошлось, это не смертельно. Главное, что оно дошло. Ширку. Все. И достаем пасху. Ну, даже не знаю. Что нет? Можно ли это назвать букетом, но блины вкусные, очень вкусные. Главное, и это главное, друзья. В ситуации, когда у вас что-то не получилось сервировать, считайте, что главное – это вкус. Да, Слава? Сейчас что-нибудь исправим. Не торопись. С выводами. Может быть, тебе помочь? Или лучше не надо? Лучше не надо. Потому что у меня все хорошо. О, получилось. Получилась наша творожная пасха. Даже какие-то очертания креста на ней. Ну вот, если вдруг очертания с очертанием не сложилось. Можно обсыпать. Да, чем обсыпать? С сахарной посыпкой декоративной. Да, достаточно этот сахар, я думаю. Слушай, ну, красивое, белое, нарядное. Очень нарядное блюдо. Белое. И очень вкусное. Белый символ чистоты. Символ новой жизни. Символ нашего праздника, друзья. Праздник Пасхи начинается. Мы празднуем этот день вместе с вами. Поэтому давайте пожелаем друг другу приятного аппетита. И Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Для приготовления утки, запеченной с гречкой, омлетом и ветчиной, мы использовали утка, гречневая крупа, ветчина, яйцо, мед, яблоко, сливочное масло, карри, растительное масло. Для приготовления творожной Пасхи мы использовали творог, сливочное масло, яйцо, сахар, лимон, сливки, ваниль, миндаль, изюм. Для приготовления ароматных блинчиков мы использовали смесь для блинчиков, растительное масло, сливочное масло. Наш праздничный стол накрыт. Пришло время попробовать все. Пробуй непременно, как у нас все получилось. Сначала начнем с утки. С утки? С утки, да. Для начала утка. У меня грудка, у тебя ножка. У меня ножка, надо разобраться, как же ее попробовать. Берешь и пробуешь. Мясо ароматное такое. Да пропиталось медом, яблоком. Как же я люблю утку. Гречка получилась рассыпчатая, но тем не менее доготовилась. Как вкусно, ароматно. Хочется тебя расцеловать, Слава, за такой обед праздничный. Давай же накладывай пасху. Переходим к десерту, да? Да, мне не терпится попробовать десерт. С блинчиками. Угу. Не. Не. Пасха тоже застыла, успела охладиться, форму держит. Можно обсыпать какой-нибудь цветной красивой обсыпкой. Снаружи циклальчиками украсить. При этом она такая нежная, воздушная. Как мороженое, как пломбир прямо получилось, да? Вкус вот этот ваниль. Сливочный вкус, ваниль. Да, добавил. И сливок много. Перевратила нашу пасху, наш творог в мороженое настоящее. А еще с блинчиками получается? А можно руками вот так есть блинчики, Слава? Я немножко... Что все остановит? Меня никто не остановит. Я люблю есть руками. Ты же знаешь, немножко пасхи завернуть и попробовать. Дети оценят однозначно. И не только дети. И только дети, да. И блинчики тончайшие. Сухофрукты, творог, ваниль, сливки, все сочетается. Орешки. Орешки, да. Замечательные продукты, которые после поста поддержат наш организм. Не забывайте, друзья, праздник это длится не один день. Вся неделя это волшебная, святая неделя, в которой очень важно встречать гостей. Очень важно радушно встречать гостей. Угощать их самыми вкусными блюдами. Баловать их самыми невероятными рецептами. Повторите обязательно с рецепта дома. Я уверен, что гости их и ваши близкие очень оценят. Мы подготовили для вас настоящую поваренную книгу рецептов. Она находится на нашем официальном аккаунте Инстаграм 50 рецептов. Пролистывайте и убирайте то, что вам по душе. Кроме того, ищите нас на Ютьюбе. Там наши видео выгружаются в хорошем качестве. Все можно пересмотреть и переповторить. Готовьте вместе с нами. А по выходным мы встречаемся здесь, на телеканале Беларусь1. Мы всегда рады видеть вас. И всегда с нетерпением ждем следующей встречи. Готовьте вместе с нами. Готовьте просто вкусно. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова